Тема нашего занятия – аукционы по земельным участкам. Правила проведения аукциона. Аукцион открытый по составу участников. Для комплексного освоения территории разрешено участие только юридическим лицам. К извещению обязательно прикладывается проект договора купли-продажи или аренды. Правила проведения аукциона. Кадастровые работы и работы по организации аукциона нами, как покупателями, не оплачиваются. Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом. Аукцион, если признан несостоявшимся, то снижение цены для следующего аукциона не более чем на 30%. Результаты аукциона оформляются протоколом. Сроки. Извещение на торги ГОВ. Опубликовывается не менее чем за 30 дней до начала торгов. Прекращение приема заявок не ранее, чем за 5 дней до начала аукциона. Протокол рассмотрения заявок. Один день со дня рассмотрения. Размещение протокола заявок на сайте. На следующий день после подписания протокола приема заявок на участие. Уведомление признанным участникам, не допущенным заявителям. На следующий день после подписания протокола приема заявок на участие. Заключение договора купли-продажи или аренды, а также комплексного освоения территории с победителем – 30 дней со дня проведения аукциона или признания его несостоявшимся. Направление проекта договора единственному участнику – 10 дней с момента признания аукциона несостоявшимся. Возврат задатка в течение трех рабочих дней. Когда у нас возвращается задаток? Возврат задатка недопущенным заявителям в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о рассмотрении. Возврат задатка непобедившим участникам в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Задаток засчитывается в счет оплаты договора купли-продажи или в счет аренды, если вы признаны победителем. Аукцион признается несостоявшимся «если». Никто не подал заявки, никто не признан участником, только один из претендентов признан участником, только один участник участвовал в проведении аукциона, никто не присутствовал на проведении аукциона, после троекратного предложения начальной цены не поступило ни одного предложения о повышении. Если аукцион признан несостоявшимся, то организатор торгов вправе либо объявить повторный аукцион, либо заключить договор купли-продажи или аренды с единственным участником. Как определяется начальная цена по продаже земельного участка? Земельный участок на аукционе продается либо по кадастровой стоимости, либо по рыночной. Зависит от выбора уполномоченного органа. Победитель тот, кто предложит наибольшую цену. Как определяется начальная цена по аренде земельного участка? Аукцион по аренде, оплаты производится, либо ежегодная, либо ежемесячная. Аукцион по аренде для комплексного освоения территории, оплата, размер первого арендного платежа. Начальная цена на аукционе по аренде, либо от среднерыночной цены по отчету оценщика, либо 1,5% от кадастровой стоимости. Зависит от выбора уполномоченного органа. Победитель тот, кто предложит наибольший размер первого платежа.